Саламу алейкум и рахматуллахи и баракату. Уважаемые братья и сестры, хотел бы сегодня поговорить о такой опасной болезни, как зависть. Глаза заядлого завистника будут ввек сторожить тебя, подмечая ошибки и умаляя благородные поступки. Он встретит тебя со скрытой злобой, хотя при этом с улыбкой на лице. Сердце его заперто. В нем то, что в нем. Заядлый завистник проявляет вражду без должных на то причин. Обвиняя в преступлении, он не примет оправданий и доводов. Так охарактеризовали зависть ученые. А что же мы знаем о зависти? Основные причины, на мой взгляд, которые способствуют хасаду, то есть зависти, гордость, не дающая нам покоя, когда мы видим преимущества других. Страх за свое положение, за свои перспективы, стремление к власти и вследствие этого желания очернить всех, кто может претендовать на особое положение. Враждебный настрой к определенному человеку и, наконец, невоспитанность и гнилость самого человека, которые не дают ему возможности положительно воспринимать успехи других и так далее. Есть хасад, так называемая в народе черная зависть. При зависти этого вида человек, который завидует, не может успокоиться до тех пор, пока тот, кому он завидует, не лишится чего-либо. Первый грех – это зависть. Первым позавидовал Иблис, когда Всевышний сотворил Адама и возвысил его положение перед другими существами. Первое убийство произошло из-за зависти одного сына Адама к другому. Когда Аллах принял шедрое пожертвование одного из братьев, то второй брат из зависти убил его. Хасад и вера не могут существовать в сердце человека одновременно. Первое непременно вытеснит второе. Человек верующий не должен носить в себе зависть к своему брату по вере. Разве такое поведение не присуще лицемерам? Зависть с огромной скоростью уничтожает хорошие дела и поступки человека. И об этом Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил Остерегайтесь зависти. Поистине зависть поедает благие дела завистника, подобно тому, как огонь сжигает дрова. И как же избавиться от этого? Что же нужно сделать, чтобы люди перестали завидовать и причинать вред своей завистью другим? Очень мало людей с чистыми сердцами. Они желают всем добра и никому не завидуют. Их на самом деле очень мало. И если такой человек выявит у себя, у себя в сердце, зависть к своему брату по вере, то в первую очередь он будет стараться избавиться от этого. Избавиться от этого чувства и постараться сделать человеку, которому он позавидовал, что-то хорошее. А также положительно о нем отзываться. Вот он, истинный, искренний и действенный метод избавления от зависти. Почитайте дуа человеку, которому позови дуали. Пожелайте ему блага от всей души. Пусть приумножится тот дар, которым наделил его Аллах. Говорите о нем только хорошее, как бы тяжело это ни было. Таким образом, нужно стараться заменить чувство досады любовью к тому, у кого есть что-то лучшее. И как раз это качество присуще полноценному верующему. Полноценному верующему, который желает своему брату-мусульманину того же, что любит сам. Посланник Аллаха, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассаляма, в своем хадисе говорит, не уверует, то есть, не достигнет совершенства в вере тот, кто не будет желать своему брату того же, что желает самому себе. Поэтому мы должны желать своему брату, которому мы позавидовали, того же, что и себе, и говорит о нем хорошо. Согласитесь, что между истинно грамотным и верующим людьми не бывает злобной зависти. Так как они стараются ради довольства Всевышнего Аллаха, они стремятся к его познанию. А это бездонный и не имеющий границ океан, где нет необходимости бороться за свое правосходство. Ведь для Всевышнего Аллаха мы все равны. Давайте будем стараться избавляться от этих плохих пороков, от этой плохой болезни, которая называется зависть. Вассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату.